Недавно я получил экстренное послание, телеграмму от своего давнего приятеля, почтальона Печкина. Если раньше в детстве я ему писал письма, то теперь он мне написал. Он писал в этой телеграмме, что срочно нужна моя помощь. Беда случилась с его коллегой по цеху. Нужно спасать почтальона. Вот почтальон Вика теперь в программе «Моду народу». Всем привет, меня зовут Вика. Мне полных 16 лет, и у меня есть паспорт. Люблю я пирсинг, черепа и шипы. На лицо у меня 8 сережек. Хочу еще 2. Здесь вот, вот здесь вот, по бочкам. Такий недитячий та суворий образ цілком відповідає внутрішньому стану 16-річної вики. Мне нравится смерть, кости. Все-все-все, что связано с черепом, нравится мне. Я в 6 лет попробовала покурить, но оно не в тягу было. И так я не в тягу продолжала до 7 лет. Мне как бы сказали, что будет рогубы. Я испугалась, но начала курить в тягу и курю до сих пор. Ну, с 8 лет как бы. Я была бисексуалкой. Да, мне как бы нравилась грудь девушек. Мне нравится большая грудь. И я люблю их тискать, тискать, тискать. Они такие мягенькие. Своих мне, конечно, и вроде должно хватать, но они не такие большие, как мне нравятся. З малку вику виховывает бабуся, яка ніяк не может вгамувати норовливу онуку. Все люди, которые там проходят, в большинстве это женщины, такие в возрасте немного, смотрят, говорят, боже, ты бевскусница, боже, что это у тебя на лице, как это объяснять детям помладше. Если мне в этом не упрекать, я сама могу измениться. И как бы не надо мне вот это все рассказывать. Ваше мнение вы его скажите, но не мне, потому что мне на него наплевать абсолютно. Я в этой программе, чтобы доказать, что если мне на ухо не говорить, там, меняйся, меняйся, то я могу сама измениться. Участь у программі «Моду народу» для девчини не просто черговий эксперимент. Цього разу Віка хоче довести всім, что вона может быть иншою. Сьогодні за перевтілення Віки відповідає наша модна фея Стасія Монастирська. Та спочатку варто позбутися старых та немодних речей. Данило Грачоу готовий розпочати ревізію гардероба Віки. Три, четыре, пять, шесть. Ну за сережки нет. В языке было, тут и пупок. Семь, восемь, девять. Я сделала ее. И когда ты сделала первую? Вот это в восьмом классе. В восьмом классе? Кошмар. Вика, ну когда мне было шестнадцать, я тоже фигней маялась. Но подросла, и тебе советую расти быстрее. Вот один пирсинг оставила, и приличная девочка. Это Анджелина Джоли? Нет, смерть. А зачем тебе футболка со смертью? Потому что это яркая футболка. Одним словом все сказано. Смерть – это убийство черепа, кости. Конечно, говоришь слово «яркая» и подразумеваешь смерть. Радуга, например, не подразумеваешь. А вот смерть – да. Что самое яркое? Смерть. Яркую смерть. Экран покажет наш. Яркая смерть в программе. А куда ты ходишь в этой футболке? На учебу могу сходить. На учебу. А где ты учишься? На почтальон. На почтальона? Да. А на почтальона нужно учиться? Да. Надеюсь, лет пять? Нет. Бакалавра получил, потом еще год что-то магистратура, потом докторскую защитила, да, на тему? Ну, нет. Немножко проще. А реально на почтальона учатся? А чему их там учат? Посылки приносить? А ну, конечно же, на почтальона просто так. Лет пять учиться, чтобы марки вот это клеить. А это ты хотела всегда в детстве быть почтальоном? Ну, просто растерялась, куда мне идти, и мне мама подсказала такую. Ну, не слабо, в общем. Как подруга подсказала. Иди, дочка, будешь почтальоном. Это сейчас выгодно, престижно. Ты что, все же хотят быть почтальоном? Да, о чем ты? Такое хлебное место потом себе отхватишь, будешь сидеть, вскрывать посылки. Читать переписку, знаешь, какой-нибудь Клары Захарной из Саратова, знаешь, Иримы Константиновны из Подсум. Тьфу, не жизнь, а просто удовольствие. Ой, ну, какие красивые. Ой, ну, с точки зрения фэшн, конечно, очень сложно этот образ комментировать. Если считать, что стиль – это определенный акцентированный какой-то ансамбль, то здесь, конечно, до ансамбля еще очень далеко. Вика, конечно, со вкусом, стилем у тебя явные проблемы. С этим нужно что-то решать, потому что так выглядеть нельзя. В принципе, эта футболка может быть в гардеробе при условии того, что ты сочетаешь ее с вещами в более таком женственном, более актуальном стиле. Если ты ее заправляешь, предположим, в какую-то юбку, надеваешь какие-то каблуки, надеваешь какие-то более такие девичьи украшения. А ты вообще кто? Панк? Я эмо, но одеваюсь жестче. А в чем ты эмо? Ну, плачешься, вот это вот ноешь и думаешь о суициде? Нет, это просто я выражаю свои эмоции, несмотря ни на что. Если мне плохо, это очень сильно выражается. Если мне весело, я просто нереальный позитивчик. Вот прямо сейчас не могу понять, тебе сейчас очень хорошо или очень плохо. С чем ты это носишь? С этими шортиками. Они же блестящие. Их просто не видно за этой футболкой. Ну, в общем-то, единственный плюс этого комплекта, что их действительно не видно. А куда ты так ходишь в этом наряде? Когда мне хочется побыть одной, я иду на крышу. Прыгаешь оттуда? Нет. Ну, ты же эмо. Может, это не то, что они постоянно плачут, суицид и все такое. А ну что еще? Это все пошло от педовок, что они там плачут. Прости, от кого пошло? Педовок. Ужасные словечки в нашей программе. А кто такие педовки? Я даже не понимаю, как я это произнес. Позеры. Это которые копируют стиль эмо. И показывают его негативные стороны. Это типа фейковые эмо. Да, да, да. Это люди, у которых реально душевный ***. Что вы говорите? А что это означает? Родители их опустили до такого, что они просто выдерживают такого морального... Какой бред! Боже мой, этот бред можно нести только в 16 лет. А ты не пробовала учиться? А ты не пробовала работать? Может быть, читать что-то? Может быть, чем-то заниматься? Я учусь. Ну, так может быть, стоит тратить время на что-то полезное, а не на вот этот вот билиберду? Данил такой, как бы, шарящий во всем, как бы... Не знаю, что такое пидовка, а меня это убило, конечно. Непонятно, чем эта футболка отличается от предыдущей, я никаких различий не нашла. Черная такая же, опять черепушка. Не знаю. Кошмар в папиных трусах и в папиной футболке. В 16 лет, капец, ну нельзя так выглядеть. Такая ни девочка, ни мальчик. Ужасные вещи, плохо выглядят, плохо сидят. И, опять-таки, ни стиля в этом нет, никакого шарма. Что за футболка? Наверное, для какого-то торжественного случая. Эти черные, когда ты грустишь, а это, когда ты веселишься. Ну, в этой футболочке я, как бы, ее одела. И тут мне подворачивается момент. Я вижу сиська, свою девочку, побегаю к ней и начинаю лапать ее титечки. Вика, я просила тебя удивить, мне одежда не такими ужасными историями. А тебе нравятся девушки? Ну, мне, как бы, раньше нравились девушки. Раньше, это когда в третьем классе, в пятом? Как раз с шестого по девятый класс вот так. Боже мой. Я надеюсь, твоя мама смотрит эту программу. То есть ты знакомишься с девушками? В большинстве со мной знакомятся. А с тобой девушки знакомятся? А где с тобой знакомятся девушки? На Хрещатике. Ну, подошли один раз ко мне две девочки, сказали, давай займемся групповым сексом. Не, я не по этим делам, типа, все, пока. А вообще был секс с девушкой? Пыталась, но как бы... Что значит пыталась? Целовались. Пыталась. Нехило тебя в шестом понесло? Да. Пока у вас у всех отпала челюсть, напоминаю, что да, это программа «Мода народу» и это все правда. Единственное, что меня радует в этом образе, что у нас новая футболка. Это уже хорошо. Прогресс. И что она не черная, тоже прекрасно. Даже принт яркий. Еще один плюсик. А все остальное большой минусик. Если ты планируешь там себе где-то, когда-то потом нравиться парням, то, мне кажется, есть смысл пересмотреть свое отношение к стилю, к своему гардеробу и выбирать несколько другие вещи. Сейчас это выглядит примитивно. Сейчас это выглядит вот как ты говоришь, вот так оно и выглядит. Яркая вещь, вот розовая, да? Да. Как эмо-стайл? Я ее как бы ношу очень редко. С чем сочетаешь ее? С юбочкой. Вот эти туфельки. А у тебя есть какие-то отношения сейчас? Ну да, есть только. Он сейчас далеко, и мы сейчас с ним очень редко видимся. Где далеко? В Одессе он. А сколько встречаетесь? Два года. Два года? Да. Тебе сколько лет? Шестнадцать. А ему? Ему 24 сейчас. Восемь лет разницы, тебе сейчас 16, то есть тебе было 14, ему 22. А куда твоя мама смотрит? Вика, да если ты на него в прокуратуру напишешь, то он получит столько, сколько тебе лет было, когда вы начали встречаться. У нас не доходило до этого дела с ним. До чего не доходило? До интима. Вы просто за ручку ходите? Не то, ну, целуемся. Боже мой, от развратники. Лапаемся. А что такое лапаемся? Что это за выражение лапаемся? Лапаемся, лапаемся, лапаемся. Это он так тебя? Я его. Он очень скромный. Я бы не рекомендовала тебе юбки пациона бочонка. Может быть, юбка клеш, например, по колено или чуть ниже была бы более органично. Что касается жилетки, мне кажется, это жилетки, ну, как-то не женственные для мальчиков, что ли, больше. Сами по себе вещи плохие. Но то, что ты хотя бы выбрала юбку, юбка это не суперкороткая мини, ты выбрала блузу с таким жилетом. Вот за это отдельное спасибо. Сами по себе вещи, конечно, не самые лучшие, не в очень хорошем состоянии. Конечно, плохо подобрана обувь, но я думаю, что для тебя это, конечно, невероятный прогресс. Особенно на фоне всех остальных вещей и всех остальных историй. Данило уже приготовил дежку та сирники. Хай горит воно все синем полумьем. Вика, я даже не знаю, от чего я в большем шоке пребываю. От твоих историй или от твоего гардероба. Но знаю точно, что от этого гардероба пора избавляться. Начнем со всех этих сатанистских историй. Боже мой, это ты чем так сделала? Странные джинсы, черепа, смерть туда же, юбочка, ну и, конечно же, шортики. У тебя от этого гардероба останутся только воспоминания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больше видео на ТЭТ-ТВ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова